Москва, 20 июнь, РИА Новости Уполномоченные по правам человека на Украине и в России Людмила Денисова и Татьяна Мискалькова верифицируют списки осужденных, которых будут посещать. График таких встреч – это нелегкий процесс, но работа в этом направлении ведется, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дело здесь не в администрации, а все-таки речь идет о том, что был контакт двух президентов. Это является основным моментом. Идет верификация списков. Кроме того, насколько нам известно, амбудсмены обсуждают, как они будут посещать, синхронно, несинхронно, одновременно. Эти обсуждения приводят к тому, что время затягивается. В общем, этот процесс достаточно нелегкий, но работа по нему ведется, сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему по-прежнему не состоялось посещение осужденных в России украинцев и кто принимает такое решение в администрации российского президента. Ранее Денисова в своем письме к Маскальковой перечислила четырех украинцев, которых хочет в первую очередь посетить в РФ в рамках взаимных визитов к заключенным. В частности, украинский амбудсмен выразил обеспокоенность состояниям здоровья украинцев, которые голодают или только вышли из голодовки. Это Владимир Балух, Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко. Во вторник Маскалькова сообщила, что на встречу в этот день с Денисовой удалось выработать и утвердить дорожную карту, основанную на принципах взаимности, синхронности посещения заключенных. По ее словам, во вторник они также обменялись списками граждан из 34 фамилий, которых хотели бы посетить в местах лишения свободы на Украине, и обговорили график взаимных визитов. Ранее российские и украинские президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что амбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии амбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова